привет друзья с вами андрей чайкин я сейчас в мещере в походе на марше вот и видя какой-то вот сегодня такая легкая дымка нет такой жары допустим было накануне вот и по этому поводу я решил рассказать о своих о своей электронике в первую очередь о планшете и солнечной батареи на самом деле я уже рассказывал когда показывал свою на пузную сумку вот но там я просто перечислял что где как и как вот после чего стали задавать вопросы чем я пользуюсь вот про powerbank я говорить не буду потому что в принципе это все понятно да то есть у меня один на 20 тысяч и да у таких вот маленьких точнее но это сам вкладыш и смысле 2 2 кума маленьких каждый на две с половиной вот то есть это такое скажем так энергия которая всякий случай случай к лица но непредвиденных обстоятельств основу конечно моих петь наворотов этом планшет я сейчас иду меня высвечивается нитка маршрута вот про значит это планшет sony xperia за 3 или 3z за 3 вот о нем на самом деле я снимал видео но как-то она у у меня она кстати говоря даже смонтирована вот но я так и не поставил поэтому то я сейчас думаю что скорее всего я включу куски из этого видео в данный ролик что я снимал видео про него еще в ноябре когда ходил в ноябрьский поход в конце ноября и было холодно да вот я тогда как раз про него рассказывал во всех подробностях об этом планшете кем темнеет рано но заход солнце 1620 сидеть у костра постоянно там что-то пилить дрова честно сказать уже было лениво вот я поужинал и вот загрузился в палатку я бы хотел рассказать о своем планшете навигационном с которым я все время хожу потому как меня неоднократно просили это сделать спрашивали что за модель там все такое вот у меня sony xperia за 3 таблетком пакт жесть до долго учил как это все дело называется но если честно я очень доволен пользуюсь я этой штукой уже наверное лет пять даже может быть больше если честно я не точно не помню я ее купил либо в конце 14 года либо в начале 15 вот то что я планировал долго подбирал что мне необходимо вот необходим именно мини планшет потому что телефон для похода мне не очень подходит потому что мне не нравится маленький экран а так как планшет в первую очередь навигатор он должен иметь достаточно большой экран вот чтобы был больше большой охват территория свое время пользовался гармином там экранчик как на старых мобильниках там нулевых годов там такой микроскопический и если честно неудобно пользоваться а вот поэтому я подбирал вот именно такой планшет вот так вот он выглядит у меня я специально сделал вот купил точнее ему такой вот чехол книжка так называемый да так он лучше защищен на мой взгляд диагональ у него 5 дюймов это мини планшет я уже говорил да давно пользуюсь он такие у меня в таких переделках бывал крутых но видно тут вот защитное стекло треснуло вот это я полетел в прошлом году в испании в горах вот было такое гроза сьерра гроссалема был там такой участок суровый в общем лес на скалу на самом деле просто замастерился решил залезу-ка я на скалу там будет удобнее спать я спать собирался спать под открытым небом спал под открытым небом вот ну и выбрал место хорошее место не тут показалось что вот там выше чуть-чуть надо где-то вот пролезть метра 4 где-то так по скале и там не будет еще лучше полез туда вот ну и с куском камня в руках значит с таким звуком тэнк кусочек скалы у меня остался в руках я с 3 метров улетел на спину и когда летел в общем планшет выпал я только так падая вниз видел как он такой по гигантской такой дуге такой по гигантской дуге такой падает вот сам цел остался только благодаря рюкзаку то тонко рулит она приняла удары я думал все там в рюкзак в хлам нет ничего подобного то есть такой звук был как будто там бомба взорвалась вот ничего нормально рюкзак цел я цел ну вот кажется немножко видно да те самые защитное стекло треснуло ну что он летел конечно очень конкретно вот камни защитное стекло полетела ну вот это android он раздел на платформе android это большой плюс потому что мне не надо заморачиваться на предмет того что он кушает что не кушает только допустим apple apple потому что там не все подходит и надо заморачиваться как сделать чтобы это все читалось было читабельно вот так что мне это больше нравится машинка вот что еще здесь у меня имеется целая библиотека допустим походов с картами и описаниями потому что я на каждый маршрут я пишу ну вот допустим саян да и вот у меня здесь есть и животный мир и маршруты и все такое вот ну вот если мы грузим маршрут то у меня есть описание маршрута полная причем там описание природы будет описание природы описание маршрутов вот карты ко всему этому обязательно вот то есть это я перед тем как идти я заранее это подготавливаю чтобы понять и внешний вид того что мне надо увидеть вот и карты подготавливать и они служит как запаской для того чтобы если если полетит допустим какая-то система да и не будет работать что-то да то есть всегда можно всегда можно как-то проконсультироваться да вот обычно мы несколько вот таких вот но это я делаю еще в бумаге бумажную бумажную версию вытаскивать далеко и сложно она обычно где-то глубоко в рюкзаке хранится в каком-нибудь гермочехле а здесь удобно так значит что еще эта штука не боится воды значит я его собственно специально поэтому и покупал он выдерживает полтора метра глубины но по крайней мере новый выдержал сейчас конечно уже навряд ли вот я проводить эксперименты не буду вот макать его там на большую на глубину полтора метра выдержит или нет но под дождем он работает абсолютно спокойно и во время вот таких походов в мокрые какие-то места это очень здорово потому что единственный минус когда экран мокрый да то есть сложно сложно им работать да но надо вытирать а так в принципе это это классно значит хватает батарейка достаточно емкая потом напишу сколько у нее емкость официальная честно не помню по моему четыре с половиной тысячи миллиампер вот но я не буду четко сейчас утверждать я не очень точно помню вот ее хватает на но так работой с навигатором полной полного заряда на три дня вот подзаряжаюсь я либо от пауэрбанка как сейчас потому что сейчас небольшой поход либо от солнечной батареи когда его покупал там четырнадцатый пятнадцатый год он был страшно дорогой жаба душила своими холодными лапами очень активно но честно говоря я доволен да то есть вот даже тогда я заплатил 29 тысяч за него отдал да то есть дико дорого на мой взгляд было вот но он полностью себя оправдал то есть он настолько классный да и вот так здорово работает что но я очень доволен сейчас у него цена значительно ниже потому что тогда это была новая модель сейчас это уже так на мой взгляд сейчас цена качество более менее соответствует что еще плюс значит у меня здесь сиди карта забита сто двадцать восемь гигов вот кроме того у него есть еще и симка но вот он ставится здесь открывается такой порт с затычкой закрыт герметичный да значит и у него есть симка то есть им можно пользоваться как телефоном то есть им можно и позвонить то есть он работает еще и как телефон это достаточно удобно потому что тогда ну допустим на каких-то серьезных дальних маршрутах где там обычно мчс отзванивает и все такое не надо держать заряженными два аппарата два телефона то есть телефон один отключаю а этот там ну кажется солнцем подзарядка все такое вот вот такой вот у меня аппаратик доволен я им сильно вот на мой взгляд она такая для похода вот просто идеально вот у меня поставлен на такой режим засыпания потому что ну экономится электроэнергия вот ну вот и все собственно Sony Xperia я не буду делать такое там типа я вам рекомендую рекламу нет сейчас таких агрегатов самых разных очень много просто меня спрашивали как чем я пользуюсь вот этим вот пользуюсь мне эта штука нравится планшет мне больше нравится чем телефон потому что ну в первую очередь экран больше и ну он позволяет больше возможностей у него память более емкая да и ну сюда можно напихать всего-всего у меня здесь допустим программа советские военные карты я пользуюсь ею да вот хотя в принципе можно любую другую подходящую то что на вкус и цвет как говорится ну вот здесь же у меня находится все описания маршрутов вот причем вообще все описания маршрутов которые я делаю а я перед выходом всегда делаю описание маршрута вот подробные там с картами с деталями какими-то там все такое вот здесь же у меня допустим по туризму мои эти самые книжки про которые я уже рассказывал что я сборники делаю мошки какие-то летают противные вот причем не реагирует на то что я запшикался вот это средством от комаров им как-то все равно здесь же у меня есть в планшете фильмы то что вот можно было посмотреть но это в основном в дороге где-то я смотрю обычно я в походе не смотрю фильмы вот то что ну устаешь тот самый ложишься спать и спишь вот но допустим у меня тут есть чтиво подходящие да то есть много интересного что вот мои предпочтения вот прям как в песне в рюкзаке моем сало и спички и Тургенева 8 томов у меня нет 8 томов Тургенева у меня 11 томов Стругацких здесь вот потому что Стругацких я люблю вот но в принципе здесь и другие фильмы и другие книжки есть да то есть Вишневский здесь у меня есть и так далее вот то есть есть что почитать на досуге если он выпадает какое-то свободное время вот так что вот вот такой вот планшетик ну а еще такая важная штучка для похода это солнечная батарея вот поэтому кстати говоря вот будем говорить так когда солнце фигачит по полной программе да ну тут понятное дело любая солнечная батарея будет набирать вот интересно как она работает вот при таком свете должна работать по идее сейчас посмотрю я сам не уверен ну вот планшет типа подзарядить надо у него тут такая заглушечка значит солнечная батарея у меня называется Blitzwolf его когда-то покупал значит она дает 20 ватт и сила тока по-моему 3 ампера на выходе до 3 наверное не 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 написано вот очень компактная значит раскладывается здесь у нее есть вот 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 такая такой выход не знаю видно или нет вот вот на этом выходе у него два USB порта вот и раскладывается она вот в такую и уже слышали да блям пошла энергия энергия то есть вот при таком солнце с облачностью он вполне она вполне нормально работает при большом солнце она просто жжет наворачивает безумной скоростью вот ну и при таком она вполне нормально будет пахать вес у нее 505 грамм на самом деле она довольно уже такая немолодая вовка ее взял где-то году в шестнадцатом вот потом мы с ним поменялись я ему отдал свою батарею потому что у нее был выход на вилку обычную а Вовкина камера тогда заряжалась только вот так типа вилка в городскую сеть вот у меня там была такая штука ну вот мы с ним махнулись не глядя ну вот даже вот при таком слабом солнце с облачками она вполне нормально работает вот еще раз могу показать мне очень нравится то что она лепах она очень компактная ну вот 505 грамм весит и в принципе даже при слабом солнце гарантирована у вас гарантированная электроэнергия она очень хорошая конечно когда по ходу выходного дня она не очень нужна потому что ну в походе выходного дня хватает пауэрбанка вот а в экспедиции она вещь нужна особенно если вот что-то дальнее такое что можно во-первых напрямую заряжать вот как я сейчас вот еще раз покажу слышите да это сразу заряд пошел в планшет то есть тут я только развернул да у нее есть очень неплохие такие проушины люверсы вот они вот что позволяет эту батарейку вешать на рюкзак то есть допустим мы на марше я могу ее прицепить на спину рюкзака на колпак и спину положить допустим в колпак пауэрбанк и подзаряжать его весь маршрут она будет запитывать пауэрбанк вот после чего можно будет спокойненько ну не так распределять уже энергию то есть для дальних экспедиций штука очень хорошая вот это китайцы вот ну скажем так качественный китай вот сейчас кстати говоря довольно много уже пошло качественного китая прошли по-моему те времена когда шняга всякая шла ерунда китайцы очень неплохие фирмы создают вот довольно молодая довольно молодая фирма она где-то 5 или 6 лет всего на рынке вот поэтому они делают достаточно качественную продукцию и хорошая батарея мне нравится вот наверняка они уже сейчас еще что-лим еще более хорошее что-то делают да ну кажется у меня то что есть то и про то и рассказываю про силу вот я рассказал ладно думаю что на поставленные вопросы я ответил как я обеспечиваю себя энергией вот у меня пауэрбанки и солнечная батарея вот вот будем говорить так этого достаточно на самом деле пауэрбанки весят больше чем солнечная батарея да но все таки они очень нужны вот достаточно емкие потому что солнце ну вот может какой-нибудь тайфун там или еще что-то такое вот вот мы шли на сахалине да и там эта штука не сработает потому что она при сильной облачности работать не будет вот а вот такая вот среднестатистическая облачность да она нормально она пашет а при солнце она просто бешено работает вот ну что вот и все собственно обеспечение энергии вот думаю что на этот вопрос я ответил с вами был Андрей Чайкин пока